Несмотря на регламент, в первую очередь депутаты решили рассмотреть вопросы, касающиеся здравоохранения, и принять изменения в территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи. Ее финансирование было увеличено более чем на 300 миллионов рублей, 50 из которых направят на закупку офтальмологического оборудования для областной больницы, а еще около 50 выделят на компенсации путевок для медиков, работавших в красной зоне. Все деньги, которые сегодня увеличили программу, это деньги областного бюджета. При уточнении бюджета не так давно они были предусмотрены в расходах. И таким образом сегодня территориальная программа эти деньги поставила в те разделы, в которых они должны стоять. Одной из центральных тем заседания стало принятие в первом чтении законопроекта о молодежной политике в Мурманской области. До сих пор в регионе не существовало единого нормативного документа, регулирующего эту сферу. В первую очередь основная цель была, что в дальнейшем это должна быть уже Библия для молодежи, то есть полноценный большой правовой акт, который в себя бы включал все меры поддержки, который бы определял статус молодых людей, статус молодых семей, молодых ученых. Утвердили областные парламентарии проект закона о дополнительных соглашениях с Министерством финансов Российской Федерации, касающихся бюджетного кредитования. Вот сейчас мы внесем корректуру в соглашение, которое мы приняли 31 декабря 2020 года, где разрешено продлить срок погашения этого бюджетного кредита. У нас был он до 2024 года, сейчас продливается он до 2029 года. При этом изменяются не только сроки, но и схема реструктуризации кредита. Это значит, что в период до 2024 года мы будем гасить меньший объем. Для понимания, то есть гасить будем 478 миллионов рублей, а на 1,399, округленное на 1,4 млрд, мы должны будем показывать бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Во втором чтении депутаты приняли проект закона о почетных званиях Мурманской области и внесли поправки в другие региональные законы, касающиеся сферы ЖКХ, социальной политики и территориального устройства области. Всеволод Краснов, Татьяна Лежняк, ТВ21+.